Бывают моменты, когда наши действия приводят к действительно неожиданным результатам. Эта пара усыновила бездомного котенка, а затем, увидев, что он сделал с их ребенком, они просто не могли поверить своим глазам. Бетти обожала животных, и иногда эта любовь приводила ее к неприятностям. Она никогда не могла сдержаться, если животное было в беде, она вмешивалась, даже если это была действительно плохая идея. Ее муж всегда шутил, что однажды она сорвется с обрыва, потому что считала, что должна спасти какое-то животное. День, когда она нашла котенка, был днем, когда она ближе всего подошла к подтверждению его слов. Бетти ехала домой с работы, когда увидела ужасную картину. Огромная собака загнала что-то маленькое в угол у стены. Бетти не могла разглядеть, что это было с дороги. Но она знала, что должна проверить это как можно быстрее. Она нашла место для парковки и побежала к большой собаке. Подбежав ближе, она поняла, что это был крошечный котенок, зажатый у стены. Она закричала на собаку, чтобы та оставила его в покое, и котенок воспользовался моментом, чтобы пробежать мимо собаки в ближайший парк. Но собака еще не закончила и погналась за котенком, а Бетти в свою очередь погналась за ними обоими. Собака почти догнала. Котенка у реки, когда тот забрался на дерево и убежал. Он попытался уйти от нее как можно дальше, забравшись на ветки. Над рекой. Наконец, Бетти догнала их и громко приказала собаке. Идти домой. Та хотела лаять на нее, но уважала власть в ее. В голосе и повернулась, чтобы убежать. Теперь котенок был в безопасности, нужно было только снять его с дерева. Котенок. Был молодым и, похоже, не знал, как спуститься. В следующий момент он потерял опору и Бетти невольно. Вскрикнуло, когда котенок упал в воду. Котенок держал. Голову над водой несколько секунд, но продолжал уходить под. Воду. Течение, видимо, было слишком сильным для его маленького. Тельца в это холодное зимнее утро. Последнее, на что Бетти. Было настроение, это плавание, но она никак не могла уйти. Оставить котенка там. Она сбросила туфли и прыгнула в холодную. Воду. Холодный воздух выбил из нее дух. Потребовалась секунда. Чтобы сориентироваться, а затем она поплыла так быстро, как. Только могла к тому месту, где в последний раз видела. Котенка. Его маленькая головка снова высунулась, и Бетти смогла. Схватить его, а затем поплыла обратно к берегу. Бедный. Котенок дрожал от страха и холода. Им обоим нужно было как. Можно скорее добраться домой. Бетти знала, что Даниэль будет читать ей нотации о том, что ей. Нужно лучше заботиться о себе, но она предпочла бы уже. Пережить это, чем сидеть в этих мокрых и холодных одеждах. В. Ее машине было полотенце, потому что в последнее время ее часто. Тошнило, и она могла сидеть на нем, защищая сиденья, прижимая. Котенка к себе. Их дом был недалеко, и она позвонила Даниэлю. Сказала ему приготовить для нее горячий шоколад и теплую ванну. Он выбежал с сухим полотенцем, чтобы завернуть ее, и маленьким. Полотенцем для котенка. Даниэль сказал ей, что она должна заботиться о себе, но затем, не говоря ни слова, нежно взял котенка и начал заботиться о нем. Бетти прыгнула в ванну, чтобы согреться, а Даниэль в это время сушил котенка феном. Когда они оба согрелись и обсохли, он приготовил для них горячий напиток. Горячий шоколад с маленькими маршмеллоу для Бетти и теплое. Молоко для котенка. Бетти была завернута в большое одеяло перед камином, а котенок свернулся калачиком внутри одеяло вместе с ней. Даниэль посмеялся, он любил доброту сердца своей жены, но иногда она и правда его беспокоила. Бетти больше не могла просто действовать импульсивно. В ее животике рос драгоценный малыш, о котором ей нужно было заботиться. Пока она ждала рождения малыша, у нее теперь был котенок, на котором она могла потренироваться. Они искали его дом, но оказалось, что котенок был бездомным. Они назвали его Нала и решили усыновить. Он стал замечательным дополнением их семьи. Они всегда хотели животное, но представляли, что подождут, пока их малыш подрастет на несколько лет. Это не входило в их планы, но они не изменили бы тот факт, что Нала живет с ними. Котенок обожал Бетти и даже начал сближаться с Даниэлем. Когда его стерилизовали, он спал у Бетти на груди всю ночь. Он был настоящим малышом. Это было очень мило, но они волновались о том, что будет, когда родится их ребенок. И вот настало время, и Бетти была готова отправиться в больницу, чтобы привезти домой их маленький сверток. Они волновались за Налу, но они будут дома раньше, чем она успеет понять. Через два дня они привезли домой своего маленького мальчика Трэвиса. Бетти не могла дождаться, чтобы показать Нале их малыша. Кот вышел, когда услышал их, и обвился вокруг ног Бетти. Бетти отдала малыша Даниэлю, пока она уделяла внимание сначала коту. Она никогда не хотела, чтобы кот чувствовал, что его любят меньше. Затем Даниэль достал малыша и передал его Бетти. Она открыла его одеяльце, чтобы кот мог увидеть, что это маленький человечек, а не просто кокон из одеяла с головой. Кот подошел ближе, а затем начал давиться. Ему не нравился запах малыша. Но кот был готов дать еще один шанс, и через некоторое время Нала снова приблизилась. Но когда она обнюхала одеяльце Трэвиса, малыш начал плакать, он был голоден. Но кот очень испугался от громкого шума, исходящего от такого крошечного малыша. Неделями кот даже не хотел заходить в ту же комнату, что и малыш. Она хотела обниматься с Бетти, а когда малыш спал где-то в другом месте, она тихонько прокрадывалась и забиралась к хозяйке на колени. Но как только малыш просыпался, она убегала. Нала совсем не хотела иметь ничего общего с малышом. Бетти вначале волновалась об этом, она хотела, чтобы ее два малыша поладили, но Даниэль напомнил ей, что нужно дать время. Кот становился все более любопытным относительно малыша. Однажды, увидев Трэвиса, завернутого в одеяльце на диване, кот подошел ближе. Этому маленькому коту хотелось узнать крошечного малыша получше. Она подползла ближе к малышу, а затем обнюхала его. В следующий момент он начал издавать крошечные визгливые звуки. Те превратились в стоны, а затем, наконец, в полномасштабный плач. Те моменты, когда коту совсем не хотелось находиться рядом с малышом. Как только Трэвис начинал плакать, Нала подпрыгивала, а затем убегала в другую комнату. Ей совсем не нравились все эти громкие звуки. Когда она только появилась в их доме, там было так тихо и спокойно. Теперь здесь было гораздо больше шума. Бетти и Даниэль следили за тем, чтобы уделять коту много любви и внимания, когда они не были заняты малышом. Они даже укладывали малыша спать в его комнате, чтобы кот мог насладиться вниманием, не волнуясь о том, что он сделает дальше. По мере взросления малыш проходил через несколько фаз, и в то время он был в фазе, когда просто не хотел, чтобы его клали. Даниэль вернулся на работу и не мог помочь с малышом в течение дня. Бетти была измотана. Она держала малыша на руках все время. Однажды она была настолько уставшей, что решила посидеть на диване, пока Трэвис спит, и посмотреть фильм. Она не могла положить его, поэтому она могла бы и отдохнуть, пока он дремлет. Нала подошла ближе, она хотела обниматься с Бетти, даже присутствие малыша не могло ее остановить. Впервые малыш не кричал и не пах странно. Может быть, он не так уж и плох, в конце концов. Когда она положила голову на голову Бетти, спинка малыша мешала, и она положила голову на него тоже. С тех пор, казалось, она наконец смирилась с появлением нового малыша в доме. Она даже, казалось, начала его любить. Она забиралась в кроватку, когда он спал, и ложилась у его ног. Когда кот был там с ним, он, казалось, не возражал, чтобы его клали. Он успокаивался и спал гораздо дольше, чем обычно. Она и не думала, что это возможно, но Бетти полюбила кота еще больше в те дни. И позже произойдет что-то, что покажет, насколько предан этот кот, когда он принял малыша. Эта пара усыновила бездомного котенка, они и не подозревали, насколько большую часть их семьи он составит. Увидев, что она сделала с их ребенком, они просто не могли поверить своим глазам. Наступило лето, погода была потрясающей. Они любили играть с Трэвисом на улице как можно больше, пока было тепло. Слишком скоро зима вцепится в них своими ледяными когтями. Они должны были воспользоваться жарой и красивым садом, пока могли. Это был первый год, когда Трэвис мог ходить и бегать по траве, и наблюдать за его игрой было очень весело. Нала неохотно выходила на улицу тоже. С тех пор, как они усыновили ее, она твердо стала домашним котом. Она не видела причин выходить на улицу. Внешний мир никогда не был дружелюбен по отношению к ней, зачем ей туда идти, если не обязательно. Никакой причины, кроме как повеселиться с семьей. Когда все направились на улицу с одеялами и игрушками, Нала знала, что они будут там надолго, и, как бы ей ни не нравился сад, еще меньше ей нравилось пропускать что-либо, поэтому она пошла с ними. Что может пойти не так, верно? Бетти купила Нале новую игрушку, чтобы играть с ней на улице, и та каталась с игрушкой, когда Трэвис пошел в другом направлении. Сразу же кот перестала играть и смотрела, куда направляется мальчик. Его родители видели его и он был недалеко, поэтому они разрешили ему бегать, но коту это не нравилось. Она поднялась и подошла поближе, на всякий случай. И они всегда будут благодарны ей за это решение. Внезапно произошло нечто дикое. Трэвис сорвал цветок из сада прямо под огромным деревом. Он повернулся, чтобы позвать Бетти и показать ей красивый цветок, но тут произошло нечто странное. Похоже, Нала не была поклонницей цветов, потому что, пока он все еще показывал матери, она бросилась к нему. Она перепрыгнула через его голову и толкнула его. Обычно она была очень нежна, когда играла или даже наказывала мальчика, но на этот раз она была далека от нежности. Она прыгнула на него и толкнула его. Пока она прыгала, он никогда не видел, чтобы она так себя вела, и заплакал. Бетти бросилась поднимать его. У него были ссадины на ногах, а лицо было исцарапано там, где кот толкнуло его. Они были потрясены. Что нашло на кота? Они не могли поверить, что она толкнула его так сильно, что он потерял равновесие. Они позаботились о нем, а когда повернулись, чтобы посмотреть, что случилось с котом, были шокированы. Нала держала в пасте нечто огромное. Она трясла этим, бросала в сторону, но затем снова прыгала на это и трясла. Что бы это ни было, кот хотела убедиться, что это больше не вернется к ее мальчику. Они подошли ближе и поняли, что это была большая ядовитая змея, или то, что от нее осталось. Кот полностью уничтожила ее. Ей совсем не понравилось, что что-то пытается напасть на ее ребенка. Она могла быть грубой с Трэвисом, но ей пришлось срочно действовать, чтобы вывести его из опасности. Хотя она это и сделала, но действовала недостаточно быстро, чтобы уберечь и себя. Заботясь о Трэвисе, она не успела отскочить сама. Кот была укушена. Она сильно заболела. Она считала, что должна заботиться о малыше, но теперь они могут потерять ее из-за этого. Она спасла их сына, но будет ли это стоить ее собственной жизни? Бетти плакала и тихо разговаривала с котом, которого держала на руках всю дорогу до ветеринара. Нала была ее первым ребенком, и это разобьет ей сердце, если она потеряет этого кота, который так много для нее значил. Она считала, что самое лучшее, что она когда-либо делала, это спасение этого котенка, а Нала доказала это сейчас, спасая своего младшего братика. Они только надеялись, что смогут оставить их обоих. Казалось, поездка заняла много времени, но на самом деле это были всего несколько минут, и ветеринары начали заботиться о Нале, как только они появились. Змея пыталась укусить кота, но та была быстрее. Вместо двух проколов от ее клыков был только один. Это означало, что гораздо меньше яда попало в ее организм. Яд змей, которую она поймала, был очень силен, и если бы она получила полную дозу, то уже была бы мертва. Но поскольку это был только бок ее лапы, и лишь немного яда попало внутрь, она все еще могла отогнать его и уничтожить. Они начали давать ей лекарства и ухаживать за ней. Им пришлось удалить большие участки ткани, но это того стоило, когда спустя всего несколько дней они смогли забрать домой свою маленькую героиню. Трэвис подбежал и обнял кота. Им приходилось напоминать ему о ее ране, но он был очень нежен и очень рад, что его лучший друг вернулся. Бетти спасла котенка, когда-то она была совсем маленькой, усыновив ее, но этот кот стал частью семьи, и они были благодарны, что она есть в их жизни. Они позаботились о том, чтобы она чувствовала эту любовь до конца своей жизни. Спасибо, что смотрели. Присоединяйтесь к нам снова для еще большего количества невероятных историй, которые вдохновят вас.